Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Руфь, 3 глава. Продолжается диалог Ноемини и Руфи. И сказала ей, то есть Руфи, Ноеминь, свекровь ее, «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Вот они живут, две вдовицы, старая женщина и молодая, свекровь и сноха. Свекровь, в ту пору долго не жили, наверняка скоро умрет, и тогда бедная эта иноземка, Руфь-моавитянка, останется совсем одна в этой чужой для нее земле, о которой она сказала, «Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Так вот, Наеминь, эта добрая женщина, заботится о своей замечательной снохе, невестке. «Вот Вооз, со служанками которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень». Вот тот урожай ячменя, который собирали, как мы читали в этом выше, и где молотила, также собранные вот эти колосся, обмолотила Руфь, вот это все зерно, эти колосся точнее, снопы, их потом нужно было обмолачивать. Обмолачивали с помощью животных, животные тянули за собой тяжелые доски, в днище которых были вставлены металлические предметы или камушки, и на гумне, где-то на пригорке, где дует ветер, уносит это полову, как сказано в первом псалме, мекину, возметаемую ветром, а тяжелое зерно остается, и его собирают в закрома. Ну, не в закрома родины, а в закрома каждого хозяина. Вот, например, Бооза. Вот, говорит Наимень, Бооз, он сейчас как раз на гумне, занят тем, что молотит ячмень. Богатый урожай собран, надо все обмолотить. И там работы хватает. Он там, на этом гумне, он там и ночует. Умойся, говорит Наимень, как опытная женщина, учит она молодую женщину, что нужно делать. Умойся, помажься, то есть надушись, какими-то мастями умастись. Надень на себя одежды твои, курсивом в синодальном переводе, нарядные одежды. Ну, то есть не те, не те одежды одень, в которых ты там ходила, колойся, подбирала. Одень лучшие твои одежды, светлые. И пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Вечер, солнце зашло, светильники тускнеют. Окончил Бооз, есть и пить. И хорошо ему. И он готовится отходить ко сну. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Покрывало у ног его откроешь и ляжешь там в ногах, говорит Наимень Руфи. И скажет он тебе, что делать. А Руфь сказала ей, Ну, Наимень, конечно, Руфи плохого не пожелает. Задача Наимени – выдать замуж свою невестку. Свою сноху. Сделаю все, что ты сказала мне, говорит Руфь Наимень. И пошла на гумно и сделала все так, как приказала ей свекровь ее. Бооз наелся и напился и развеселил сердце свое. Вино веселит сердце человека. И пошел спать подле скирда. В скирдах собирали зерно в скирды. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. Ночи довольно прохладные, тем более еще весна. И вот она, он укрылся каким-то покрывалом, одеялом. Вот она открыла часть этого покрывала и у ног его легла. В полночь он содрогнулся. Видимо, она стащила с него часть и дело-то. Он содрогнулся в полночь. Приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. Ничего себе. И сказал ей, кто ты? Она сказала, я Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Простереть крыло – такое поэтическое, поэтичное выражение. Применяется, как мы выше видели, к Богу. Куда, чтобы Господь укрыл под кровом крыл своих, рабов своих. Частый образ. А здесь он, как богатый и очень добрый человек, она призывает его простереть свою защиту, свой покров, свое крыло над нею. То есть, оказать ей благоволение, заботу. Воос сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя. Он был намного старше ее, поэтому называет дочерью. Это последнее твое доброе дело. Сделала ты еще лучше прежнего. То есть, то, что она проявила заботу о своей свекрови, вернулась и пошла с ней жить среди ее народа, это было доброе дело. И Воос об этом деле знал прекрасно. И вот это, говорит, дело, что ты пришла ко мне, не молодых себе мужей ищешь, а ко мне пришла, это еще лучше, чем твое прежнее дело, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Наверное, у него были жены. Человек был зажиточный волос. Но здесь совершенно особый случай. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала. Ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Слава о Руфе дошла до всех ворот города и даже всего народа иудейского. Руфь моя витянка праведная. Хоть она иноплеменка, но она иноплеменница, но поступает правильно, как должны поступать все верные. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Здесь начинается повествование о законе ливератного брака или законе ужичества. Если умирает брат, не оставив потомство, то его брат должен взять себе его жену. Помните, Саддуке, искушая Христа, говорили, семь братьев имели одну и ту же женщину своей женой, в Царстве Небесном, чьей будет она женой, нагородили. Вот, дескать, абсурдно это все, учение о воскресении. Господь им сказал, в Царстве Божьем совсем другие условия, другая реальность, поэтому напрасно выгородите, чего не попадя. И здесь как раз те законы ужичества или ливератного брака, когда брат берет вдовицу, бывшую жену своего брата, умершего, то потомству, которое родится от этого брака, достанется наследие, именно собственность, земельный участок того умершего брата, а не нового вот этого мужа, этой женщины. То есть, это было сделано, закон составлен для того, чтобы сохранялись земельные участки за, ну, нетронутыми, не передвигались межи, оставляли земельные участки за тем, кому они принадлежат. Даже если произошло такое, вот внезапно умирает человек, у него нет потомства, ну, тогда брат обязан, самый близкий родственник, если нет брата, то другой какой-то родственник, самый близкий, обязан взять в себе в жены эту женщину. Ну, понятно, что чаще умирал, наверное, старший брат все-таки, а не младший, поэтому приходилось младшему брату брать себе не очень-то уже юную женщину себе в жены, а может, еще и не очень красивую. То есть, ну, таков был закон. Дуралекс, Сидлекс. «Итак, дочь моя, — говорит он, — все о тебе известно, род народа моего. Есть еще родственник поближе. Переночуй, — говорит эту ночь, — 13 стих, — завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет». То есть, по закону, тот родственник, который более близкий к Элемелеху, должен взять тебя в жены. Если он не примет, тогда я, — говорит, — тебя приму. То я приму. Жив Господь, спи до утра. Конечно же, да, он к ней не притронулся, потому что, ну, брак сначала заключается, потом уже супружеские отношения, которые допустимы только для супругов. Здесь она просто вот ночует с ним, здесь на гумне. «Спи до утра, — говорит он ей, — и спала она у ног его до утра и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. Темно, электричества не было. И сказал Вова, — пусть не знают, что женщина приходила на гумно. И сказал ей, — подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, а он отмерил ей шесть мер ячменя и положил на нее и пошел в город. То есть он всю эту верхнюю одежду ее наполнил зерном. Она понесла это зерно к себе домой. А он пошел в город. Гумно располагалось, конечно же, не в городе, а там, где молотили ячмень, возле этих полей, где-то на пригорке. А Руфь, — 16 стих, — пришла к свекрови своей, та сказала ей, — что, дочь моя? Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, то есть Бооз. И сказала, — эти шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Помните, Наиминь говорит своим соплеменникам, горожанам города Вифлеем, я, говорит, ушла во время голодов на поля Моавицкие с большим имуществом, а вернулась с пустыми руками. Поэтому называйте меня не Наиминь, приятная, а называйте меня Мара, горькая. Горькая судьба у нее. Та сказала, — подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. Она знала характер своего родственника Бооза, родственника мужа своего, Элимелеха, и знала, что тот человек решительный, что если он за что-то взялся, доведет дело до конца. А запись делается для библейского портала «Экзегет». Субтитры создавал DimaTorzok